Приветствую вас. Честно говоря, я вот посмотрел на фотографию, ну, ничего не увидел я там такого злого. Вот в глазах собаки негатива я тоже, в принципе, не увидел. Вот. Что у животных нет такого вообще. Понятия, как позитив и негатив у них есть, инстинкт. Вот. И очень важно понимать, что для животных отсутствует, у животных отсутствует такое понятие, как гнев, злость. Животные сразу впадают в ярость. Сразу. Сразу впадают в ярость именно по той простой причине, что у них отсутствуют какие-то сдерживающие, ограничивающие факторы. Вот. То есть собака, если она только не в беженстве, да, если она только, скажем так, не в выступлении, если она, скажем так, себя не защищает в данный момент временно, то ничего злого в ней нет. Абсолютно. Именно злого абсолютно не ничего. Не может быть, в принципе, ничего злого. Вот. То, что вам стало жив, это да. Потому что многие люди, в том числе и вы, могут испытывать натуральный страх к клоунам. Так вот. Ну действительно есть страх перед клоунами. Вот. То есть действительно человек боится клоунов клоунов. А почему боится клоунов? Потому что когда-то напугало. Потому что когда-то, когда была такая история, что вы ждали и ожидали от клоуна чего-то хорошего, да, вот, чего-то позитивного, чего-то веселого, радостного, а этого не случилось. Вот. Ну по ряду причин. И клоун что-то сделал плохое. Это первое. Ну вот. Реально, это первое, что могло быть, да. Второе. Второе. Второе, что может быть, это то, что вот в фильмах участов, да, когда клоунов рисуют достаточно жутко. Вот. Достаточно страшно рисуют клоунов. И вас это могло напугать. Но одно дело, когда это пугает. Обычно, да, обычно пугает. То есть когда нет ничего странного, нет ничего аномального в том, что, например, вы боитесь клоуна. То вы испугались клоуна. Но очень может быть, очень может быть такая история, что в этот момент, вот, вот, в тот момент, когда вы, значит, испугались, вот именно в тот момент, когда вы испугались, вы были, ну, в большей степени, может быть, в потерянном состоянии. В большей степени вы, может быть, были в таком, знаете, негативном состоянии, в негативном состоянии. В большей степени вы были в растерянных, потрепанных чувствах. Вот. Например. Например. Понимаете, какая история? И на мой взгляд, вот именно на мой взгляд, да, это и могло послужить причиной того, что вы, вам сейчас стало живым. То есть, по сути этого состояния эта позиция, ну, ввергла, ввергла вас, да, а именно, ну, именно вот в это состояние. Вот. Ввергла, ввергла вас в то состояние, которое вы когда-то пережили. Вот. По сути, по сути дела. Вот. Понимаете? И история здесь. История здесь. Ну, а вот как раз в том и заключается, чтобы найти, например, через свободные ассоциации, да, через через свободную ассоциативную цепочку, те ваши переживания, которые у вас имели место быть, да, найти их, эти переживания, и раскрыть, и раскрыть. Для чего вам этот страх был дан? То есть, возможно, возможно, вот, ваш страх именно для этого и для того и был дан, чтобы показать вам, что есть у вас некие другие проблемы. Некие, ну, некие другие сложности. Понимаете? Вот. Которые вы не решаете. А страх запрещает вам это делать. Ну, самое банальное что может быть, самое такое, самая обычная, да, самое обычное что может быть. Самая обычная. Это вот, собственно, например, не желание нести ответственность за себя, да. То есть вот страх ответственность... страх вперед... ответственность. Это вполне себе, ну вполне себе может быть такая ситуация, вполне себе может быть, можете вы так себя вести, можете вы так себя чувствовать. Понимаете? Вот примерно так может быть. То есть через свободные ассоциации можно найти источник страха, который у вас есть. Но для этого, конечно, да, для этого, конечно, нужно работать, для этого нужно, конечно, исследовать ситуацию, для этого, конечно, нужно смотреть, как и что происходит, как и что между вами творится. То есть между вами и этим рисунком, я имею ввиду, да, какая связь. Вот. Совершенно очевидно, что что-то запустило, что-то запустило механизм страха. То есть эта улыбка, эта самая фотография запустила ваш определенный, ну, определенный процесс. Какой процесс? Ну, нужно понять, нужно исследовать. Какой процесс? Это то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить, вот, ну, именно, именно, вот, по вашему, по вашему. Вопрос. Ну, опять же, да, это все предположение. И насчет страха ответственности, и насчет чего-то еще, это предположение. Понимаете? 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 Этого, ээээ, может, на самом деле, не быть. По факту. Понимаете? Понимаете? То есть, то есть, этого в действительности может не быть, или может быть, ээээ, что-то другое. Понимаете? Может быть, что-то другое, может быть, какая-то другая история. Совсем. Понимаете? Вот. Но ее нужно исследовать, ее нужно исследовать. В любом случае, эту историю нужно исследовать. В любом случае, ээээ, это нужно, как бы, раскрыть. Да? Вот. И все. По сути. Вот. По факту. Мне кажется, так. Мне кажется, так. Мне кажется, так. Вот. Значит. На этом все, в принципе, я думаю. На этом. Ну, то есть. Больше. Как бы ответить, эээ, мне, в принципе, вам нечего, да? То есть, нужно, эээ, нужно смотреть. Нужно исследовать, нужно разговаривать, эээ, с вами. Вот. И, тогда, дальше будет таким образом. Понятно. Таким образом дальше будет. Понятно. Таким образом дальше будет. На этом все. Эээ. Я надеюсь, что помог вам. Эээ. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Это, я verlóу его доed,رك?」 Удачи. П vacウоль quarter в нед tinham дом и дом провод speaker. 符 Dansby. Брежинский шweet. Продолжение следует...